Кадровые решения президента меняют дипломатический расклад в наших зарубежных представительствах и направлены на усиление позиций Минска. Александр Лукашенко сегодня назначил послов в Китай, Зимбабве, ЮАР, Сербию, Индонезию. Им предстоит продвигать наши интересы. Конечно, без политики не обойтись. Но все-таки первостепенное значение имеет экономика. Именно экономические задачи ставит перед дипломатами президент. Поднимать на более высокий уровень отношения с Китаем. Продвигаться на африканском континенте, за ним будущее. Закрепляться в Юго-Восточной Азии. Видеть свой интерес в огромной Индии. В Европе сотрудничать с теми, кто не виляет хвостом. В общем, мир большой. И в этот мир Беларусь идет с конструктивными предложениями сотрудничества. Какими именно, расскажет Наталья Бреус. Этот кадровый понедельник получился с эдаким дипломатическим лоском. В президентский кабинет заходят почти сплошь выходцы из МИДа. Представительские функции послов никто не отменяет. Но итоги их работы, в конце концов, оценят по экономике. Назначение послом в Китае Александра Червякова, теперь уже экс-министра экономики и человека с таким серьезным профессиональным и министерским бэкграундом, говорит само за себя. Своё дело белорусский президент сделал. Дальновидно прорубил для Беларуси окно в Китае, когда его еще не называли сверхдержавой, как сегодня. Неважно, что это было, политическое чутье или экономическая дальновидность, но во многом, благодаря тому, что лидеры нашли общий язык, в Беларуси и Китае стали тесно сотрудничать. И сегодня Пекин для Минска один из главных стратегических партнеров. Они помогают нам и технологически, самыми высокими технологиями, и финансовым отношением. Я полагаю, что ты там уже побывал, увидел, что такое Китай. Опыт тебе позволяет поднять на более высокий уровень наши отношения. За десятилетия товароборот вырос чуть ли не в два раза. Торговля приближается к 6 миллиардам долларов, несмотря на расстояние и языковые трудности. Трудностей, в принципе, хватает, но наши предприятия от молочки до машинпрома все активнее работают с китайским рынком. Экономика сегодня диктует, поэтому и задачи от президента звучат соответствующие. Посол уезжает в Поднебесную с рабочим настроем. На следующий год целью является достижение 2,5 миллиардов экспорта. И вот на эту цель будем мы и работать. А для этого необходимо выстроить правильную логистику, снять барьеры на пути, обеспечить каналы поставок, каналы финансирования и так далее. Это вопросы в комплексе должны рассматриваться. И по каждому из направлений должны быть приняты определенные меры, которые обеспечат беспрепятственное движение как и товара, так и денег. Интересно, что новых послов в Беларуси, в Китае и Зимбабве Александр Лукашенко приглашает отдельно. Руководить открывшимся посольством в Хараре будет Игорь Маршалов. Генерал переходит на дипломатическую службу из комитета государственного контроля. Не скажу, что в Зимбабве мы выстраиваем наши отношения с белого листа. Нет. Мой визит в прошлом году, ну естественно, тут не только моя заслуга, а все, что было сделано до визита и после визита, говорит о том, что у нас там, конечно, непаханное поле еще, хотя хлеба уже благодаря нам получили достаточно, чтобы людей накормить. Но работы очень много. Надо создавать дипломатическое представительство, надо широ входить в эту страну. Тем более, они нас ждут очень, нас ценят. Мы доказали, что мы солидные люди. И они хотят, чтобы мы свои технологии и в машиностроении, и в других отраслях строительстве, здравоохранении, образовании. Подготовка кадров очень важна. Да, и в аграрном секторе, чтобы мы свои технологии переносили в Зимбабве. Руководство Зимбабве напирает на механизацию сельского хозяйства. За этим видят развитие. Зимой, во время визита нашего президента в эту страну, дан 103-му этапу программы механизации на церемонии передачи нашей техники. Беларусь помогает и с урожаем, и с обучением специалистов и предлагает полезные и выгодные инвестиционные и кооперационные проекты не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, торговле, энергетике, добыче полезных ископаемых. Недра Африки очень богаты. Все страны мира стремятся получить доступ, торговать с этими странами. Беларусь тоже имеет определенные компетенции, которые, я думаю, нам будет интересно реализовать в том числе. Африканский вектор целенаправленно усиливают. Депмиссию в ЮАР возглавит Игорь Белый. Пусть и по совместительству, но отвечать ему придется за Аббатсвану, Намибию и Мозамбик. Работы много не только на этом континенте, так что президента не случайно так интересует уровень кадров. Сергей Кович, чем отличились так люди, что из большой когорты мы выбираем их? Все сотрудники обладают необходимыми знаниями, навыками и умениями, имеют опыт работы в загранучреждениях, зарекомендовали себя на нынешних должностях в качестве грамотных специалистов, патриотично настроены и уверены, что они будут достойно представлять нашу республику и будут отстаивать наши интересы в этих странах, продвигая в первую очередь экономическую повестку дня. Хотелось, чтобы они понимали, что мы их будем оценивать прежде всего за торгово-экономическое сотрудничество со странами. Если мы говорим, допустим, о Южноафриканской республике, может мы там и не преуспели, и, возможно, мы там не преуспеем, но вот Мозамбик, который совсем недалеко от известной нам страны, Зимбабве, так? Мы говорили, что, и уже переговорили с президентом Мозамбика, но он как бы пообщался, там будет посол, точно так, в Зимбабве. Хотелось, чтобы вы поддерживали контакты. Нам Мозамбик, ну, образно говоря, прицепом надо зацепить за Зимбабве. Они очень заинтересованы в нас, и мы там со своими технологиями, особенно в аграрно-промышленном комплексе, можем здорово им помочь. Проблем там очень много. Но Зимбабве сегодня рады, что они накормили наконец-то хлебом людей, убрать хлеб не могли, а сейчас они убираются, 2-3 урожая. Они обеспечили себя главным продуктом. Ну, почему Мозамбику не можем помочь? Можем. Поэтому надо разобраться в ситуации, и главный акцент делать на той стране, где мы очень нужны, и где мы можем им помочь, но, естественно, это не благотворительность. Новый посол расскажет о планах. Что касается ЮАР, только поставками продукции не ограничится. Заряжен работать на производственную кооперацию. Африка – настоящая кладовая, а у нас есть техника, технологии и компетенции. В голове держат и вопросы логистики. Это ахиллесово пита нашей внешней торговли. На африканском континенте уже присутствуют не только европейцы, но и китайцы, и вьетнамцы. И весь мир практически осознает, что за Африкой будущее. И без Африки мы в будущем, в далеком будущем, даже не в далеком, не сможем обеспечить наш экономический рост. Поэтому конкуренция там очень жесткая, особенно в ЮАР. Но следующий год у нас год качества. Я думаю, что наша продукция, качественная продукция, сможет выиграть эту конкуренцию. Политический момент. Все-таки ЮАР-член БРИКС, а Беларусь туда стремится, подали заявку, тоже должен быть в повестке. Кстати, доля политической горечи чувствовалась в разговоре с новым послом Беларуси в Сербии. Александр Лукашенко назначил им Сергея Малиновского. Смотреть в глаза жителям Балкан нам не стыдно. Минск всегда поддерживал Белград. Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси, ну, это их работа, пускай определяются и поддерживают. Если они забыли, то добро, с которым мы шли к ним. Но мы выходим еще на одну проблему, о чем я говорил. Если Запад и Америка не хотят с нами сотрудничать, ну, хорошо. Будем сторожить свои там посольства, где это надо. А основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение. У нас по многим странам есть движение, мы сотрудничаем со многими странами, надо их усиливать. Это будет касаться и Сербии. Просто вам надо политически там разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное. Такая политика никому не нужна. Контекст наших двусторонних отношений, но он не может быть свободен от всего того, что происходит сегодня на европейском континенте. Конечно же, санкционное влияние, которое искажает, прежде всего, важнейшее для нас торгово-экономическое отношение. Именно вот в этом ракурсе необходимо будет, наверное, более тщательно разобраться, понять, где основные проблемы и искать пути того, где мы можем нарастить и активизировать наши отношения. И в политической плоскости, и в торгово-экономической. На должность генконсула Беларуси в индийском Мумбаи президентом согласован Александр Муцуков. Главой нашей депмиссии в Индонезии отныне будет Роман Романовский. В его вотчину плюс Малайзия, Сингапур, Филиппины. В общем, экзотика. Но и в ней можно при желании найти полезное для страны. Кроме каких-то эпизотических экономических контактов, торгово-экономических, иначе не скажешь, мы там не очень-то обосновались. Надо закрепляться. И Индонезия, и Малайзия, да и Сингапур. Это интересные для нас страны. И везде мы должны полтора-два-три проекта найти. Это ваша задача. В Дели надо объединяться. Я имею в виду Индию. Надо объединяться. Однозначно не делить там посольства, консульские подразделения. Если надо усиливать, значит надо усиливать. Мы должны наладить более тесное сотрудничество с Индией, которое будет выражаться прежде всего в экономик торгово-экономических отношениях. Глобальнейшая страна, огромная. Мы должны видеть там свой интерес. Видеть национальный интерес – это, пожалуй, золотое правило сегодня для любого дипломата. В какой бы части света не пришлось работать послу. Мир большой, не раз было сказано президентом, и в этот мир Беларусь идет с конструктивом и сотрудничеством. Наталья Бреус и Иван Мартынович, агентство Теленовостей.